Уважаемые горожане, требуется ваша помощь. Беда пришла в семью новоуральцев. Выпускница городской гимназии Лена Крылова, студентка Тюменской медицинской академии. В сентябре минувшего года на пешеходном переходе ее сбил автомобиль. После чего два с половиной месяца девушка находилась в коме. Несколько месяцев интенсивного и дорогостоящего лечения немного поправили ситуацию, но девушка так и не пришла в сознание. Врачи дают положительные прогнозы на полное выздоровление, но для этого нужно много времени и финансовых средств. Еще в августе прошлого года эта дружная семья жила не зная горя. Татьяна Викторовна и Владимир Борисович Придеины воспитывали двух дочек в любви. Старшая Лена, выпускница нашей гимназии, всегда была активисткой и не сидела сложа руки, занимаясь в различных кружках и принимая участие во всех школьных мероприятиях, в том числе в спортивном многоборье, и мечтала стать детским врачом, помогать больным детям. Что меня больше покоряло всего в Лене и делало меня сильной, это ее, знаете, такое сильное чувство к тому, что она хочет быть врачом. Она вкладывалась в химию очень много, она действительно занималась, она делала на себя усилия, она готовилась к этому экзамену, и это было тяжело, это один из самых непростых предметов. И то, как ее цель была, не сама цель сдать экзамен, а именно быть врачом. И девушка почти осуществила свою мечту, поступила в Тюменскую медицинскую академию. И там Елена вела активный образ жизни, вступила в ряды волонтеров. А за месяц до сентябрьской трагедии, в августе, команда Лена взяла гран-при в Екатеринбурге на международных соревнованиях по модному среди спортивной молодежи ввиду спорта, фаби-файтингу. Кроме того, девушка была увлечена музыкой. Мало того, что мы были хорошими подружками, мы с ней вместе ходили к одному преподавателю, играли вместе на гитаре, пели песенки всякие, были у нас концерты. Вот ее гитара. Все планы, стремления, мечты оборвались в один миг. 1 сентября 2016 года в городе Тюмени на пешеходном переходе. Внедорожник сбил студентку, отбросив Лену на 15 метров от места столкновения. Водитель до сих пор не признан виновным. На него заведено еще несколько уголовных дел по другим эпизодам. Следствие до сих пор не окончено. А Елену, чудом выжившую, сразу доставили в Тюменскую реанимацию. 2,5 месяца реанимации в состоянии комы. Родители договорились службой МЧС города Екатеринбурга на безвозмездной основе перевести своего ребенка в клинику Института мозга города Березовский, где врачи провели обследование и интенсивную терапию. Вердикт – восстановить работу высшей нервной системы можно, но понадобится время и множество процедур. Специализированная дорогостоящая терапия. Сейчас Елена на искусственном питании. На сегодняшний день Елена питается только жидкой смесью, специальным питанием. Это Нутрикомп Стандарт Ликвид и Нутрикомп Энергия Файбер Ликвид. Эти препараты достаточно дорогостоящие, и ей на целые сутки нужно полтора литра. Здесь в одной упаковке содержится 500 миллилитров. Одна порция раствора – единственная пища, что поддерживает силы в организме, стоит 450 рублей. Таких приемов в день три – завтрак, обед и ужин. Выходит в месяц только на питательный раствор нужно около 40 тысяч рублей. Вдобавок ко всему – лекарства, аппараты поддерживания жизнедеятельности и расходные материалы для них. Мама все свое время посвятила уходу, и единственным кормильцем сейчас является папа, воспитывающий Лену с двух лет. Владимир Борисович работает слесарем. Сейчас я в данный момент работаю на уральских локомотивах, производству поездов. Ну, изготовляем ласточки, может, слышали. С лесарем четвертого разряда, оплату у меня 18 500. Конечно, семье помогают и родственники, друзья, одноклассники Елены и учителя гимназии, за что родители очень благодарны. И они не опускают руки и делают все от них зависящее. Даже по советам нейрохирургов завели в доме котенка, который поднимает девушке настроение и делает в некотором смысле лечебный массаж, бегая, прыгая и мурлыча на коленях. Но в марте Лене Крыловой надо опять ехать на восстановительную терапию в Институт мозга на 7 суток. А каждый день реабилитации стоит 20 тысяч рублей. Это, можно сказать, неподъемная нагрузка на семью. Если есть неравнодушные люди, готовы откликнуться и помочь любой посильной суммой. На экране номер карты мамы Елены. По всем интересующим вопросам, уважаемые новоуральцы, вы можете обращаться в редакцию Новоуральской обещательной компании по телефону 9 8 8 0 8. Мария Антонова, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания.